Полтриллиона за господство в воздухе сколько стоит партия Су-57? 20 мая 2019 года известия Полтриллиона за господство в воздухе, сколько стоит партия Су-57? Источник изображения, фото, РИА новости, Алексей Филиппов Закупки истребителей пятого поколения для ВВС России необходимы, но обойдутся недешево Решение президента России Владимира Путина о корректировке госпрограммы вооружения с целью закупки 76 истребителей пятого поколения Су-57 стало одной из главных военных новостей года Еще совсем недавно сообщалось о намерении военного ведомства ограничиться закупкой до 2027 года всего 15 серийных самолетов Известия оценили перспективы новейшего российского истребителя и возможную стоимость программы Боевые возможности Необходимость закупки нового самолета очевидна, предстоящая в следующем десятилетии поставки истребителей пятого поколения F-35 странам-союзникам США в Европе могут серьезно изменить баланс сил не в пользу России Этот аспект прокомментировал для известий заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий Константин Макийенко Поставкой небольшого числа современных машин можно создать локальное преимущество в воздухе, чего допустить нельзя, учитывая вполне реальные перспективы появления F-35 в странах Восточной Европы, отметил он В начале 1980-х годов поставкой относительно небольшого числа F-16 США помогли Пакистану обеспечить локальное превосходство в воздухе над южными районами Афганистана, примыкающими к Афганопакистанской границе Сильно осложнив действия ВВС СССР в этих районах Допустить повторение подобной ситуации в приграничных с Россией районах, например, над Прибалтикой, Украиной, Белоруссией мы не имеем права И это, возможно, важнейший аргумент в пользу закупок Су-57 Американский многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 источник изображения, фото Если бы Су-57 поставлялся в войска исходной запланированными темпами, то острота проблемы была бы куда меньшей В рамках ГПВ 2011-2020 года ранее предполагалась поставка для ВВС России 52 машин этого типа до конца 2020 года К данному моменту, май 2019 года, военные получили бы, скорее всего, уже около 40 машин А самолет был бы освоен в серийном производстве Что позволяло бы сейчас планировать уже новый, более крупный, контракт И увеличение темпов серийного производства, например, до 15-20 машин в год в следующем десятилетии Этого не произошло С марта 2015 года, о чем известие уже писали Объем закупок Су-57 начал сокращаться А ожидаемый срок съезжать вправо Что в итоге привело к планам закупки двух серийных истребителей в 2019 и 2020 годах и 2013 в 2021-2027 Вряд ли имеет смысл гадать о мотивах, которые побудили президента России изменить эти планы Сообщив о намерении закупить до 2027 года 76 самолетов для оснащения трех авиаполков Но в принципе уже называвшиеся высшие перспективы появления американских машин пятого поколения в Европе являются вполне достаточным основанием для такого решения 76 истребителей Су-57 сами по себе не будут способны изменить соотношение сил между Россией и НАТО в целом Но этого от них и не требуется Если рассматривать роль этих самолетов в составе ВВС То фактически это машины качественного усиления Способны резко повысить боевые возможности уже имеющейся авиационной группировки Истребители Су-57, сопровождающие борт номер 1 при заходе на посадку Над аэродромом 929-го государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова воздушно-космических сил РФ Источник изображения, фото, РИА новости, Алексей Никольский Вариант дешевой победы малыми силами в гипотетическом конфликте в этом случае исключается И любому вероятному противнику придется задуматься о цене возможной эскалации конфликта и ее последствиях Включая возможное применение ядерного оружия Очевидно, эта партия будет не последней Общая потребность ВВС России в Су-57 оценивается в диапазоне 200-250 машин И, скорее всего, поставки этого объема растянутся примерно до середины 2030-х годов Даже с учетом ожидаемого роста темпов производства по мере освоения машины и совершенствования этих процесса Вопрос цены Цена современных истребителей постоянно растет по мере роста их возможностей усложнения конструкции Первые оценки уже прозвучали Коммерсант предположил, что 76 Су-57 обойдутся примерно в 170 миллиардах рублей Что означает стоимость самолета приблизительно 2,23 миллиарда Вместе с тем есть опасения, что эта оценка может оказаться слишком оптимистичной Ожидаемая стоимость истребителя Су-57 в серии По данным источников известий в авиапроме, составляла в 2014 году около 2,5 миллиарда рублей И сегодня, с учетом влияния инфляции за прошедшие годы, достигается выше 3 миллиардов рублей С учетом объявленного Владимиром Путиным 20% снижения промышленностью цены на новые истребители Итоговая стоимость контракта может действительно оказаться близкой к названному значению Однако не стоит воспринимать эту цифру как конечную цену системы вооружения В экспортных контрактах, предусматривающих обычно, помимо поставок собственно авиатехники Еще и подготовку летчиков, а также поставку боеприпасов, наземной техники и другого оборудования Цена самолетов самих по себе может составлять меньше половины от итоговой суммы контракта В домашних закупках поставки самолетов, дополнительного оборудования и подготовка персонала Обычно проводятся по разным статьям бюджета разных управлений Минобороны, но никуда не деваются С учетом того, что для Су-57 потребуется закупка сразу целого ряда новых образцов вооружения Адаптированных к применению из внутренних отсеков истребителя, а также необходимого наземного оборудования Доля этих затрат может оказаться куда выше, а суммарная стоимость данной конкретной программы вооружения Со всеми необходимыми дополнительными расходами может достичь, по некоторым оценкам, 450-500 миллиардов рублей В дальнейшем, на последующих контрактах, она может и упасть опять же, по мере освоения новых систем в производстве И накопления запасов оборудования, комплектующих и боеприпасов новых образцов Вместе с тем, могут появиться и факторы, способствующие росту цен Например, в 2021-2022 году ожидается готовность к серийному производству двигателя второго этапа Известного пока как изделие А30, который должен заметно повысить характеристики машины Ожидаемая цена нового мотора в серии пока неизвестна Неизвестно и то, как изменится цена бортовой электроники, которую в следующем десятилетии уже придется модернизировать Эти цифры, как и их возможные колебания, не должны пугать и подавно не должны служить ни причиной, ни поводом для отказа от серийного производства Су-57 В данном случае ключевым становится уже не вопрос финансов, а вопрос национальной безопасности Вместе с тем реальная оценка стоимости программы, в том числе и серьезная экспертиза цены самолета как такового Необходимо, во избежание повторения истории с контрактом 2012 года на поставку 39 самолетов Ил-76МД-90А суммарной ценой в 140 миллиардах рублей Как оказалось впоследствии, цена была сильно заниженной, что привело в дальнейшем к срыву контракта Серийные поставки нового транспортника для ВВС РФ фактически тоже начались только в последние месяцы и пока очень далеки от исходно ожидавшихся темпов Но если срыв поставок военно-транспортных самолетов еще можно провести по разряду терпимых неприятностей То аналогичное развитие событий с боевыми машинами может иметь куда более серьезные последствия Остается надеяться, что это понимают на всех уровнях принятия соответствующего решения Илья Крамник Право на данный материал принадлежат известиям Материал размещен правообладателям в открытом доступе